На полях для мини-футбола спортивного клуба «Металлург-Магнитогор» стартовала вторая спартакиада городских молодежных организаций. В этом году участие в ней принимают пять команд, пройти которым предстоит шесть непростых этапов. В минувшие выходные состоялись сразу два из них. За футбольными баталиями наблюдала наша съемочная группа. Вторая спартакиада среди молодежных организаций города стартовала в день физкультурника и стала украшением большого спортивного праздника, организованного на площадках спортклуба «Металлург-Магнитогорск». Первые такие соревнования состоялись год назад и были посвящены юбилею Магнитогорского металлургического комбината. Первый блин не оказался комом в прошлом году. Сейчас вот еще больше ребятишек примет участие. У нас молодежные организации не только занимаются хорошей политикой, они только помогают пожилым, волонтерством, а вот в свободное время они еще и достаточно спортивны. Организаторами спартакиады выступили группа социальных программ ПАО ММК, Союз молодых «Металлургов», профсоюзный комитет ММК и спортклуб «Металлург-Магнитогорск», который, кстати, как и в прошлом году, предоставил свои площадки для проведения конкурсных этапов. В прошлом году мы попробовали данный фестиваль для молодежных организаций города. Очень понравилось. В этом году второй раз проводим. Участникам спартакиады в этом году предстоит помериться силами в шести дисциплинах – мини-футболе и стритболе, пляжном волейболе, настольном теннисе, стрельбе, дартсе и гонках на лодках класса «Дракон». Сегодня у нас первая дисциплина – мини-футбол. Играем два тайма по 12 минут, так как жара, и решили немного времени сократить, потому что каждый с каждым играет. Четыре игры получаются. Вот сейчас пока Союз молодых «Металлургов» идет без поражений. Дальше посмотрим. За главный приз спартакиады сражаются пять команд. Это представители общественной молодежной палаты, молодой гвардии «Единой России», волонтеры «Победы», команда Союза молодых «Металлургов» и новички соревнований – сборная ММК «Метис». Эти ребята в фиолетовых майках настроены более чем серьезно. У нас есть сборная команды ММК «Метис», которая участвует регулярно на всех турнирах. И в этом турнире решили поучаствовать. Как участвуете, с каким успехом? В основном первое место занимаем. То есть здесь настроены тоже на победу? Да. Одну игру сыграли, проиграли по пенальти Союзу молодых «Металлургов». Но еще ничего не потеряно, будем дальше стараться. Игра сборной ММК «Метис» с молодой гвардией закончилась победой заводчан. Они обыграли соперников со счетом 5-3. Правда, не обошлось без потасовок. На соседнем поле тоже кипели нешуточные страсти. Здесь команда общественной молодежной палаты сражалась с Союзом молодых «Металлургов». Итог встречи – 1-8. Кстати, молодые «Металлурги» в прошлом году стали победителями «Спартакиады». Они готовы повторить успех. Какие эмоции были в прошлом году? Позитивные, только радостные. И в этом году пришли за такими же? Да, и в этом году сделаем, наверное, все то же самое. Пока идет все по плану. Лидерами первого этапа «Спартакиады» стал Союз молодых «Металлургов». Ребята выиграли все четыре матча. Второе место заняла сборная ММК «Метис». Третье у общественной молодежной палаты при МГСД. На следующий день ребята сразились в стритбол, где вновь победили молодые «Металлурги». В эти выходные команды сыграют в пляжный волейбол и посоревнуются в меткости на этапе стрельба из пневматической винтовки. Евгения Солохудинова, Владислав Гусев, телекомпания ТВН. Продолжение следует...